Была бурная темная ночь. Море кипело, и белые пенящиеся волны с шумом обрушивались на берег. Небо было покрыто черными тучами. Погода была жуткая, и всякий, кого нужда не заставляла быть во дворе, сидел в своем доме. В Вольфбургском замке в открытом камине горел большой огонь, и в свете его дрожащего пламени сидел граф, занятый игрой в шашки со своим другом. Эрих Вольф был строгим и гордым человеком, которого сторонились люди. Он был довольно черствен по отношению к людям бедным. Люди перешептывались между собой, что он строг даже со своей кроткой юной женой, которая во всех отношениях была полной его противоположностью. Молодая графиня Ульрика стремилась делать добрые дела, но располагала к тому слишком ничтожными возможностями. Ее суровый муж держал все в своих руках. Сама же она могла распоряжаться лишь по дому. Все остальное решал он сам. Однако в последнее время графиня Ульрика не чувствовала себя одинокой в огромном мрачном замке. Несколько недель назад она родила девочку, и это крохотное существо стало лучиком солнца в ее жизни. Внешне маленькая Елизавета была похожа на своего отца, смуглая и черная, как он. Мать надеялась, что девочка не унаследует его жестокую натуру. Она хотела пробудить в своей крошке любовь к добру и научить ее быть доброй ко всем, кто беден и кому тяжело жить. Сначала Эрих Вольф был очень разочарован тем, что дитя оказалось девочкой. Он ждал мальчика, дикого, бесстрашного сына. Малышка в его глазах ничего не значила, ведь она не могла продолжить его фамилию. Но постепенно девочка становилась ему все милее и дороже, и, наконец, он совсем забыл о своем разочаровании. «Какая мерзкая сегодня погода!» — сказал господин, сидевший с графом Вольфом у огня. «Послушай, как ревет буря!» «Тем больше безделушек смогу найти завтра на берегу!» — пробормотал Вольф. Некоторое время они играли молча. Молодая графиня уже давно увлеклась в постель. Темный вечер уже сменялся непроглядной ночью, когда вошел привратник, чтобы доложить, что на дворе стоит женщина и просится на ночлег. «Вольф в бург ей не ночлежка!» — пробормотал граф. «Скажи ей, пусть найдет себе другое пристанище! Не могу же я принимать всякого бродягу!» «Это молодая цыганка с маленьким ребенком!» — осмелился сказать привратник. «Она выглядит так жалко!» «Это меня не касается!» — раздраженно ответил Вольф. «Я не хочу видеть здесь цыганку! Пусть идет к пастору!» Получив такой ответ, привратник был вынужден уйти. Он знал, что попытка переубедить графа обречена на провал. На душе у него скребли кошки, когда он возвратился к цыганке, которая сидела на камне в своих лохмотьях, сжавшись в комок от пронизывающего ветра. Под старой шалью она прижимала к своей груди плачущего ребенка. «Как и я и говорил», — сказал привратник. «Граф никаких цыган не хочет здесь видеть. Уходи! Может быть, у пастора ты найдешь приют. Он наверняка милосерднее, чем граф». Молодая женщина с трудом поднялась. Она дрожала, как в лихорадке, и ее большие черные глаза сверкали болезненным блеском. Не говоря ни слова, она плотнее обмотала вокруг себя видавшую виды шаль и пошла дальше. Но когда за нею стукнул засов калитки, она на мгновение остановилась, оглянулась и посмотрела на свет, который струился из одного окна в ночную тьму. Она плотнее прижала к себе ребенка и побрела дальше под струями дождя, издавая горестные стоны. Дорога превратилась в сплошное месиво, и много раз она едва не падала, но, несмотря на это, с трудом продолжала свой утомительный путь. Она нигде не встретила ни единого человека. Большая равнина простиралась под темным ночным небом. Ни единого звука не было слышно, кроме рева бури и стука дождевых капель. Но она знала, что за этой пустынной равниной у нее есть семья. Там жили цыгане, которые также были отвергнуты людьми. Дорога была дальняя, и ей приходилось все чаще и чаще отдыхать, чтобы собраться с силами. Дитя уже не плакало, и молодая мать прислушивалась, дышит ли оно. Ему было не очень тепло под тонким платком. Она сама продрогла, зубы ее стучали, одежда тоже промокла насквозь. Ее ноги были избиты в кровь. Но какое счастье! Дальний путь подходил к концу. Голодная и уставшая, она чувствовала, что последние силы покидают ее, и торопилась домой, чтобы умереть не где-нибудь, а у себя дома. Прежние друзья покинули ее, когда ее постигли болезнь и бедность. У нее остался только ребенок, и она хотела передать его своей матери, прежде чем умрет. Пошатываясь, она двигалась дальше. Силы совсем оставили ее. Ветер, казалось, пробирал ее до костей, сдавливая ее немощную грудь так, что она с трудом дышала. Несколько раз она останавливалась, чтобы откашляться, и тогда ее губы окрашивались кровью. Наконец, она достигла центральной части огромной равнины, где расположились цыгане. Дрожащей рукой постучала она в запертую изнутри дверь. Прошло некоторое время, прежде чем она услышала движение за дверью. Тогда она постучала снова, и дверь отворилась. Молодая женщина вошла и упала на пол. Дитя проснулось и начала плакать. «Да это же Бойль!» вскричала старая цыганка, склонившись над женщиной с факелом в руке. «И у нее маленький ребенок!» Она попыталась поднять Бойль, но обнаружила, что та бессознание. Она позвала 15-летнего мальчика, который лежал на куче грязных лохмотьев, и вместе они оттащили Бойль в угол, где до этого лежала старуха. Потом старуха взяла ребенка на руки. Получив кусочек хлеба, который можно было сосать, дитя умолкла. Старуха снова подошла к Бойль, сняла с нее мокрую одежду, растерла закоченевшие руки и ноги и закутала ее в одеяло. Одновременно она сказала мальчику, чтобы он развел огонь. Но когда при свете свечи она увидела, что кровь сочится из рта гостья, лежащей без сознания, ей стало ясно, что все ее старания напрасны. Смерть уже накладывает на нее свой отпечаток, и вряд ли можно ожидать, что костлявая отступит. Том разжег огонь и вернулся в свой угол. Маленькое дитя тоже уснуло. Только сама старая цыганка бодрствовала над больной. Она сидела без движения, ее волосы были седыми, лицо имело крупные и глубокие черты, как у мужчины. Ее называли цыганской ведьмой, а звали ее Якоба. Она умела читать судьбу людей по ладоням, предсказывать их будущее, лечила больных животных и занималась ворожбой. Бойль была ее дочерью, а Том – сыном. Пятнадцать лет прошло с тех пор, как она забрела сюда со своими двумя детьми. Откуда она пришла, никто не знал, потому как она никому ничего не рассказывала. Она вообще мало разговаривала. Спустя два часа Бойль приоткрыла глаза. Ее смуглое лицо приобрело сероватый оттенок, кашель разрывал ее в палую грудь. Якоба дала ей выпить горячий настой лекарственных трав, но Бойль была так больна, что не смогла его проглотить. «Это бесполезно», – хрипло прошептала она. «Я знаю, что дни мои сочтены. Может быть, я могла бы еще немного пожить, если бы граф из Вольфбурга позволил мне переночевать в замке. Но он прогнал меня. Ты должна позаботиться о моей малышке, у нее нет других родственников». Груда тряпья пришла в движение, и Якобов смотрелась в темный угол. Во время беседы двух женщин проснулся Том. Теперь он лежал и смотрел на них. Внутренне, про себя, он дал страшную клятву отомстить графу Вольфу, который способен в такую ночь столь бессердечно выгонять людей, сам сидя у теплого очага. В груди у Бойль заклокотала. Ее черные глаза застыли, и с судорожной гримасой она упала на спину. Всю ночь просидела Якоба у постели своей умирающей дочери и тоже поклялась, что господин из Вольфбурга дорого за это заплатит. Его жестокость не останется безнаказанной. Якоба уже давно ненавидела его за то, что он гнал цыган, но последний его поступок переполнил чашу ее терпения. Несколько недель спустя на чистом небе ярко сияло солнце. На море было тихо, лишь небольшие волны перекатывались по его поверхности. Графиня Уллерика сидела в саду со своим рукодельем. Люлька с маленькой Елизаветой стояла рядом. Дитя крепко спала, и графиня отгоняла мух от ее личика, чтобы малышка не проснулась. Молодая хозяйка замка никогда не отличалась крепким здоровьем, часто чувствовала себя усталой и пользовалась возможностью здесь, сидя на солнышке, отдыхать. Она отложила рукоделье в сторону и позволила своим мыслям унести ее в прошлое. Она думала о том времени, когда Эрих Вольф добивался ее руки, и она против своей воли вынуждена была согласиться. А ведь сердце ее давно было отдано Куна Вольдоке. Но ее отец не разрешил им пожениться. Не спрашивая Уллерику, он обещал ее в жены Эриху Вольфу. И вот уже четыре года они разделяют супружескую жизнь. Но счастлива ли она? Нет, она никогда не найдет счастья под кровом Эриха Вольфа. Куна уехал за границу, и Ульрика никогда его не встречала с тех пор, как была вынуждена сказать «да» Эриху. Но теперь, имея маленькую Елизавету, она была не так одинока, в который уж раз она склонилась над девочкой и поцеловала ее теплые розовые щечки. «О, сколько будет радости, когда она подрастет!» «Удивительно, как я сегодня устала!» подумала она и откинулась на спинку стула. Все вокруг нее было тихо и мирно. Только в кустах заливались птахи. Эриха не было дома. Еще рано утром он покинул замок верхом на коне, и она ожидала его только к вечеру. Ульрика сомкнула глаза. Ей так хотелось спать. Она было протянула руку, чтобы покачать люльку, но сон крепко обнял ее и увлек в мир сновидений. Сколько продолжался ее крепкий сон, она не знала, но какой-то шум внезапно вывел ее из благостного состояния покоя. Когда она кинула все вокруг блуждающим взором, то увидела большую кошку, бросившуюся в кусты. Солнце светило прямо в лицо, и хотя Ульрика еще не совсем проснулась, ее сразу же повлекло к ребенку. Молодая мать склонилась над люлькой, чтобы насладиться милой улыбкой, которая обычно играла на губах маленькой Елизаветы. Но увиденное заставило ее кровь отхлынуть от лица. Люлька была пуста. Она вскочила. Неужели кто-то украл дитя? Или его утащил дикий зверь? Невозможно подумать, чтобы кто-то из прислуги мог позволить себе такую шутку. С бешено стучащим сердцем вбежала она в дом и позвала девочку-служанку. «Где Елизавета?» спросила она, задыхаясь. «Я уснула возле люльки, а когда проснулась, ребенка уже не было. Созови прислугу». «Может, кто-либо захотел меня попугать?» Девочка ничего не знала, поскольку была занята в замке своей работой. Она тотчас же помчалась узнать, не видел ли кто дитя. Однако вскоре возвратилась с известием, что никто ничего не видел. В саду никто из них не был. «Но где же, где же моя малышка?» Плакала графиня Уллирика, заламывая руки. «Кто взял мою девочку?» «Все на поиски!» «Скажите всем, пусть все ее ищут!» «Кто возвратит мне мое дитя, получит большую награду!» В замке началось большое волнение. Страх и отчаяние графини Уллирики видели все. Все знали, что если дитя не найдется до возвращения домой хозяина, графиню ждет тяжелая участь. Отчаянно рыдая, Уллирика взывала к мужчинам, чтобы те обыскали все возможные места. Пока они обыскивали окрестности, несчастная мать металась туда-сюда. Она не могла сидеть. Страх и волнение гнали ее с места на место. Сердце стучало, будто хотела выскочить из груди. Кто бы это мог быть? Кто украл ее дитя? Кто хотел причинить ей боль? Всегда она видела только любовь со стороны встречающих ее людей. Она не знала никого, кто бы мог ей навредить или огорчить. Малышка Елизавета, ее милая крошка Елизавета, где она теперь? Эти мучительные мысли были невыносимы, превращая часы в бесконечность. Графиня Уллирика то видела свою маленькую девочку в руках страшных преступников, то слышала ее плач, то представляла ее в лапах диких зверей, пасти которых были в крови ее дочурки. Между тем, все мужчины замка искали ребенка повсюду, тогда как весть о том, что дочь милостивой графини из Вольфбурга исчезла, пока она спала, распространялась как огонь. Многие предлагали свою помощь в поисках ребенка, но никто так и не смог обнаружить никаких следов. Никто в тот день не видел каких-либо чужаков. Они разыскивали дитя везде, побывали и у цыган, потому что кто-то сказал, что слышал плач ребенка в хижине старой ведьмы. Но разыскивающие Елизавету обнаружили в лачуге Якову, сидящую с маленьким ребенком на руках у очага с огнем. «Это дитя моей дочери Бойль», ответила она на вопрос пришедших. «Дочери графини Уллирики я не видела. У нее достаточно прислуги, чтобы присматривать за ребенком». То, что довольно некрасивый ребенок с грубоватыми чертами лица не был красивой куколкой из Вольфбурга, заметить было нетрудно. В углу хижины сидел цыганенок, вырезая что-то перочиным ножиком из куска деревяшки и прислушиваясь к разговору. «Может, Орел унес маленькое дитя графине, пока она спала», предположил он. Когда прошло довольно много времени, о судьбе маленькой Елизаветы так ничего и не было известно, многие стали повторять предположение Тома. Солнце зашло за гору, и люди, голодные и уставшие, один за другим возвращались в замок. Отчаявшаяся графиня ото всех получала один и тот же ответ. «Дочери вашей мы не нашли, даже каких-нибудь следов нам обнаружить не удалось». После того, как людской поток иссяк, графиня с мольбой на устах воздела руки к небу. Люди уже не могли ей помочь в ее страшном горе, но она знала, что Небесный Отец видит ее слезы и отчаяние. Когда Эрих Вольф поздно вечером возвратился домой, никто не решался сказать графу о случившемся несчастье, но он сразу заметил, что не все тут ладно. Когда за его спиной закрылась огромная дверь, замок показался ему вымершим. В это время заплаканная молодая жена вышла ему навстречу. «Что случилось?» спросил он. «Что с тобой?» Подавленным голосом Ульрика рассказала об исчезновении их маленькой дочки и о том, что никаких следов обнаружить не удалось. Вены на лбу Эриха вздулись. «Горе тебе!» простонал он. «Ты во всем виновата! Если бы ты лучше смотрела за нашей девочкой, мы не лишились бы ее!» В своем горе он и не подумал о том, что Ульрика в одиночестве несла невыносимую тяжесть вины многие часы. Но когда она без единого звука упала к его ногам, он овладел собой и, подняв ее на руки, отнес в спальню. Нескоро она пришла в себя, но когда очнулась, страшное несчастье с новой силой обрушилось на нее, заставив ее залиться горестными слезами и зайтись беззвучным криком. Теплый воздух дрожал над степью. Маленькая девочка лежала на спине, перебирая обнаженными ножками и задумчиво смотрела на голубую небесную гладь. Рядом слышалось пение, но девочке оно было хорошо знакомо, как, впрочем, и одиночество в степи, и это уже ее не занимало. Она лежала, а мечты ее носились по таким занимательным местам. Ее бабушка, старая Якоба, часто ругала ее, говоря, что она только время убивает своими мечтами. А малышка уже немало знала и могла о многом подумать и поговорить. Девочка знала, что Том, когда ходит по дворам крестьян, чтобы продать свои товары, использует малейшую возможность, чтобы что-нибудь стащить. Когда он возвращался домой, его карманы были набиты ворованными вещами. Ингер, она была чуть старше, Бойль всегда радовалась при виде ворованного добра, но Бойль была очень неприятно смотреть на то, как Том выкладывал свою добычу. Первые годы своей жизни Бойль провела у родственников. Она хорошо помнила, как ей там было плохо. Однако потом бабушка забрала ее к себе, чтобы обе сестренки могли расти вместе. Якоба не скупилась на наказание для Бойль, приговаривая, что бедная цыганская девочка не может себе позволить иметь чистую совесть. Но Бойль не могла перебороть себя, свое беспокойство, которое охватывало ее, когда Том выгружал содержимое своих карманов. Если быть до конца честным, она не выносила Тома. Он жалко присмыкался перед старшими, но жестоко обращался с младшими. Том с Ингер крепко дружили, и когда он рассказывал о своих похождениях, то она очень громко смеялась. Бойль же часто думала о том, что он обманул какого-нибудь крестьянина или продал ему заведомо плохой товар. У Бойль были черные волосы, большие черные глаза и смуглая от загара кожа. Тряпки, которые она носила вместо одежды, были рваными и грязными. Она никогда не знала, что такое материнская любовь и забота. Старая цыганка была отнюдь недоброй бабушкой. Кроме побоев, она не признавала иных методов воспитания. Ингер была любимицей цыганской ведьмы и везде могла быть полезной. А вот Бойль считалась ни к чему не пригодной, и потому ей всегда перепадало больше побоев и грубых слов. Она не лгала, не умела, как Ингер, выйти из любой ситуации. Ей стоило больших усилий над собой, чтобы ходить с мешком и попрошайничать. И хотя Якова часто мучила ее голодом и била, она не желала пачкать свою открытую и чистую совесть. Шорох шагов вывел девочку из этих размышлений. Она увидела приближающегося юношу с ящиком на спине. Это был Том. «Мать дома?» спросил он. «Она сегодня больна», ответила девочка. Том что-то пробормотал. «Помоги мне, ящик тяжелый», сказал он и снял ящик с плеча. У Бойль не было ни малейшего желания помогать Тому, но отказаться было невозможно. В углу покосившейся хижины лежала Якова. Том начал выкладывать то, что он собрал за этот поход. Большую часть добра он сумел выторговать, но и воровством не брезговал. Глаза Яковы жадно сверкали, когда Том вынимал что-нибудь новое, и она все внимательно исследовала. «Ты просто молодец», сказала она Тому. И насмешливо смерив взглядом Бойль продолжила «Не то, что Бойль, это бесполезное существо, которое нам только мешает». Ингер, которая с утра пораньше ушла попрошайничать, до сих пор еще не вернулась. Ужин Тому пришлось готовить Бойль, так как после долгого путешествия он был усталый и голодный. Кроме всякой всячины Том заработал денег, которые были завязаны в платке. Когда он начал считать их, то его глаза и глаза цыганской ведьмы сверкали с сатанинской жадностью. Бойль же смотрела на эти деньги безразлично, они ее нисколько не интересовали. Когда Том уселся за нехитрый обед, Бойль почувствовала, что она им мешает. Том хотел что-то рассказать матери, чего она не должна была слышать. Наконец ее отослали. Это ничуть ее не расстроило. Она и не хотела слушать, какие планы они вынашивали. У них всегда было столько разных темных дел, что она действительно не имела желания быть в них замешанной. Бойль легла на траву, но в покое ее оставили ненадолго. Вскоре пришел мужчина по имени Абрам, какой-то родственник Якобы. Он поздоровался с девочкой, но она сделала вид, что не заметила его. Она его на дух не могла переносить, потому как знала, что его посещение приносит только новые беды. Как она ненавидела все это воровство. Оно окружало ее со всех сторон, и она очень хотела и надеялась когда-нибудь все это оставить и стать доброй и честной. Может быть, она смогла бы устроиться в Вольфбурге прислугой? Милостивая графиня так добра, но, увы, она знала, что никакая девушка не захочет служить вместе с цыганкой. Тут она услышала свое имя. Ее звала Якова. Ей поручили с мешком пойти в Вольфбург и попросить что-нибудь покушать. Вчера в замке был большой званый ужин, и, конечно, после пиршества осталось много еды, и Бойль могло что-нибудь перепасть. Но Бойль хорошо понимала настоящую причину этого задания. Они хотели договориться о каком-то деле, а Бойль могла им нечаянно помешать. Девочка безропотно взяла мешок и собралась в дорогу. Уже многие годы посещала она Вольфбург попрошайничая, и прислуга получила указание всегда подавать цыганской девочке что-нибудь хорошее. Все говорили о добродетелях графини Ульрики, но было грустно видеть, что она до сих пор страдает о своем исчезнувшем ребенке. Хотя с той поры уже прошли многие годы, она редко улыбалась и никогда не была по-настоящему радостной и счастливой. Однако внутри все еще жило доверие Господу. Она от всей души стремилась служить ему, и в служении бедным находила бальзам для своего израненного сердца. Не было человека, который не любил бы ее за доброе сердце. Даже строгий и жестокий граф изменился. Но и он не мог смягчить ее сердечной боли. Это мог сделать только Господь. Бойль часто встречала графиню Ульрику и всякий раз склонялась перед нею в глубоком почтительном поклоне. Однако лицо этой милостивой графини не покидало ее мысли. Вольфбург был огромным замком с башней и толстыми стенами. Бойль, которой пришлось проделать далекий путь из дому, раскраснилась и разгорячилась. Она проскользнула в кухонную дверь и стояла скромно и тихо, пока ее не заметила кухарка. «Это ты?» проговорила она. «Сегодня у меня для тебя что-то есть». И хотя кухарка терпеть не могла старую цыганку, она наполнила мешок боль отличной снедью. Добросердечная женщина знала, что девочка будет строго наказана, если принесет домой недостаточно съестных припасов. «Бедное дитя», сказала она, горестно рассматривая девочку, «Как печально, что ты всего лишь цыганская девочка и не можешь быть вместе с другими людьми. ты выглядишь такой доброй и разумной. Будь доброй и не стань такой воровкой, как другие цыгане». Бойль отправилась домой. домой.